А вот и я, друзья мои. Всем привет-привет. Я Ляндик. Хочу подарить вам солнечко, которого не хватает многих. Ой, мороз, мороз. Доброе утро, друзья мои. Начинаю свой влог. Море сегодня, смотрите, оно немножко волнуется. Но я все равно буду купаться. Намазала свою помаду коралловую. Красивая, правда? Не пойму. Покажу вам. Все, друзья мои, пошла я. Пошла я купаться. Посмотрим, какое чистое. Нет, 9 часов. Сегодня поздно пришла. 9.00, воскресенье. Аж Кэм не смог пойти. Я говорю, пойдем. А он говорит, я лег в 6 часов. Ну, не может, не может. Что сейчас делать? Мне спрашивали, когда я купаюсь, телефон туда я кладу. Естественно, телефон кладу в сумку. Ну, здесь до этого было спокойно. Листой ничего не украл. Возвращаюсь я домой. В 10 часов утра. Смотрю, все кафешки пустые. Здесь очень вкусный атом. Мы пьем, покупаем. Никого нет с утра. Все кафе закрыты. Море уже тоже стало грязным. Не знаю, почему. Но я покупалась в чистом море. Успела. Направляюсь домой. Вот это очень хорошее кавейд и козу. Здесь можно и позавтракать. А вот и я. Так люблю это платьице. Я его купила в Котоне 2 года назад. И не одевала. А оно такое практичное. Скупалась. И не видно, что мокрый купальник. И вперед. Что я хотела с вами поделиться, девочки, мальчики. Вот я сейчас шла по... Одна иду. Один велосипедист. Крутился возле меня. Крутился. На него не смотрю. Вообще в другую сторону смотрю. Поводу не даю. На, он туда-сюда. Туда-сюда. Я что, завернула. Не знаю, если вернется опять. Пошлю его подальше. Есть, конечно, очень любвеобильные такие турки. Которые пытаются познакомиться. Ну, вот у меня первый раз. А сколько времени. Вот такое вот. Флирт. Но, как ты себя поведешь, так и будет, конечно. Так что, вот, друзья мои, сбежала от маньяка. Да, маньяка. Это, может быть, я очень громко сказала. Но такая ситуация произошла. В Турции очень узенькие тротуары. Вот посмотрите. Дорога огромная, широкая. А тротуарчики узкие. Один человек точно здесь поместится. Но не двое. Иду сейчас, оглядываюсь по сторонам. И смотрю. Делаю выводы, что жизнь в Мерсине изменилась. После коронавируса. У меня был такой случай. Одна моя знакомая. Расскажу сейчас вам. Поделюсь с вами информацией, чтобы вы знали, что такое может произойти. У одной моей знакомой сын должен был уезжать на учебу. И сдал тест на коронавирус. И вдруг звонят им. Один прекрасный вечер. Ужасный. И говорят, тест положительный. А хотя этот ребенок находился постоянно дома. Ни с кем не общался. Постоянно, если куда-то выходил. Он был в маске. Он поливался этим одеколоном. Этими средствами. То есть, сто процентов не могло быть. Никаких симптомов не было у него на коронавируса. И они быстро, приезжайте срочно, говорят, в больницу. Они поехали в одну из больниц. Университетская есть такая. И говорит, Светлана, вот мы смотрим и думаем, да, что это все шутки. Сколько, говорят, я там увидела людей. У нас был номер. Тысяча. Тысячный с чем-то. Очереди на повторное сдатие теста. Там были и негативным, и положительным результатом. То есть, я не верила. Вот мать этого ребенка сказала. А сейчас я поверила, что действительно очень много заболевших, даже больше заболевших, чем показывают цифры по телевизору. И сдали тест. Приехали домой. Мы, говорит, наша жизнь остановилась мгновенно перед глазами. То есть, муж работает, я работаю, я общаюсь с людьми. И она подумала, что я скажу людям, с которыми я вчера общалась, позавчера. То есть, у нее такая работа, она постоянно общается. У мужа свое дело. Говорит, как остановить это дело? Это кошмар какой-то. Говорит, мы в тот момент пережили ужасное. То есть, мы должны остановиться на какое-то время. А еще вокруг людей столько, с кем мы общались. И потом звонят им и говорят с министерства. Извините, мы ошибочно вам дали эту информацию. У вас отрицательный тест. Но представляете, как может быть такое случится? Люди чуть не умерли. И еще поехали повторно сдавали этот тест. И были в риске заражения. Потому что там было очень много людей. Очень много. Переполненная больница. Вот такая была ситуация. Я сама как к этому отношусь? Я в душе не верю в это все. Но по ее рассказам, мне стало страшно. И поэтому мы с Ашкымом сейчас стараемся в такие переполненные места не ходить. Береженного Бог бережет. Но вот такая была история, друзья мои. Строго не судите. Это все произошло с моей близкой, знакомой. Вот наша базарная площадь. Завтра ее подготовили уже на завтра. Видите? А так здесь парковка. Вот, приготовили. На завтрашний базар. А сейчас посмотрим дом, где произошел пожар. Помните, у меня женщина выпала. Все почистили. Шестой этаж. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, вон как раз почистили все. Видите? Вот сверху застекленное. Как будто ничего не было. И забыла вам сказать про ту историю, про ложный тест на коронавирус. Семья сейчас подает в суд за моральный ущерб. Естественно, они пережили самые страшные времена в своей жизни. Так что нужно несколько раз проверять информацию и не верить с первых слов. Всем привет! Мои хорошие! Мы с Ашкемом решили с вами поговорить, пообщаться. Все говорят, что, пожалуйста, соскучились по вашему кофе-питию. Вот сейчас мы приготовили с Ашкемом кофе. Будем кушать последние конфетки российские. И пообщаемся с вами, да Ашкем? Да. Пообщаемся. Ты по-русски будешь, я по-турецки. Не соличик, не соличик, не соличик, не соличик, не соличик, соли. Уже немного болезни, болезни. Семья, ашкем, корма. Без настоя. Ашкем, мы не хотим, не соличик, не соличик. Ашкем. Ашкем, вы не соличик. Ашкем. Ашкем. О любое. О любое. О любое. Ашкем. Он говорит, как это? Ашкем. Как ты потеешь. Только что душ мы приняли. И опять. Думаю, надо же приготовиться к вам. Ты знаешь, что скажи мне, Ашкем? Знаешь, что скажи? Скажи, скажи. Скажи, скажи. Знаете, о чем хотела поговорить? Я ему, знаете, что сказала? У нас фестиваль есть в Мерсине в октябре месяце, самый красивый, можете посмотреть, у меня есть плейлист, фестиваль. Какая красота здесь, столько приезжали людей, туристов, концертными программами своими из разных стран, со всех стран мира. Украина, Белоруссия, Туркменистан, Казахстан, Молдова. Из Америки даже, да, Ашкем? Америка дан до гильды. Ашкем, скажи, у нас есть фестиваль? Асталон, сейрына, герой. Вахалон, сайсына, герой. Говорят, что зависит от заболеваний. Бен сана бершей солейма? Европа, да. Хэпачьерлару. Учаклары учерла. Самолеты летают. Наса учуяр, ама? Говорят, ничего себе, все откроют. Тест, тест, тест. Тест, тест, тест. Консер, тест, тест. Тест, тест. Тест, тест. Тест, тест. Тест, тест. Тест, тест. Он думает, что он с турецкими людьми разговаривает, я забыла, что говорил. «Потому что очень многое сказало, и я тоже думала о другом, и не сказала. Надеюсь, вы поняли это все. Кто-то из вас хотел услышать молитву, дур? В России живет и мусульман, не слышит. Почему? Мусульман много в России. Я не слышал, что в Калии был. Мы не слышали, что в Калии был. Он говорит, есть полно в церкви и джами во всех странах, и в России, он говорит, я в Грузии не слышала, я говорю, ну что мы далеко от джами живем, а так, как он потеет, прямо как и с меня, пот тик-тик-тик-тик, как дыриджи бургон? Чок дыриджи. Чок дыриджи. А виньёк дыриджи. Хотела с вами поделиться такой новостью, Анемчик Бабаджим, они построили там, после нашего отъезда, пристроили одну комнату, чтобы не приехали, и все приглашают, приезжайте, приезжайте. Звонят, устали очень, теперь там Анемчик лежит, спит. Ну, сейчас там находится моя старшая заловка, мы, естественно, туда не поедем, потому что мне не получается. Я все надеюсь на то, что я поеду в Батуми. Батуми, где-то джим? Сюда? Да. На следующий шумерс. Батуми, что на Алмазке. Туркия, дыриджи. У меня, говорит, Батуми не примет. Боя, кенде парам лам. Ой, будем надеяться на все хорошее, все, мы уже допили с ним кофе с Ашкимом. И чтик. Все будет хэппи, Йоладжак, Ашким, хэппи, Йоладжак. Все, пока-пока. Пока-пока. Пошли. Сегодня с Эндером мы так хорошо посидели, поговорили по душам, о нашей жизни, о наших детях. У него скоро суд будет по его алиментам в октябре месяце. И вот как раз обо всем поговорили. Он так вообще умно рассуждает в отношении моих детей, семьи. Мне очень нравится его позиция. Он горой за меня и за моих детей. Спасибо Богу за то, что у меня такой муж. Он действительно для меня биртаным. А он начал рассказывать о своих так, о прошлой жизни. И он сказал, что ты тоже биртаным среди всех тех, с кем ему постричалось встретиться. Так что вот так вот у нас был разговорчик по душам. Хотя сегодня воскресенье, но у нас такой получился день классный. И вот именно теплота в наших отношениях, взаимопонимание и поддержка, взаимоподдержка очень много значит, друзья мои. И поэтому вот всем желаю такого мужа, как я встретила. Я уверена, что и вас найдет такой же мужчина, который будет вашей второй половинкой. И на этой ноте позитивный такой. Я решила приготовить Ашкэму вкусный ужин. Сейчас покажу, что. И сейчас мельком мы так лежали и читали с Ашкэмом ваши комментарии по последнему видео. Чем я удивила с утра пораньше мужа. И очень приятно то, что вы ждете моих видео. То, что у меня не так часто получается в последний момент. Я могу объяснить это тем, что у меня цель жизни, знаете какая, изменить свое было положение и стать, раньше я в Мерсине была нулем вообще, таким же обычным человеком, как многие, которые приезжают в другую страну. Ну, эмигрант. И вы знаете сами, что у меня есть бизнес. И я скоро буду лидером первого уровня. И это была мечта моя с первого, вот с нового года. Я сказала, дала себе слово, что я буду лидером. И поэтому я активно работаю. Я работаю, наверное, по 18 часов с моей командой. У меня очень хорошая команда. Я горжусь тем, что они гордятся, что я у них такой спонсор. И мои люди, которые доверились мне, пришли ко мне в мой бизнес, подписались под меня. Они неплохо стали зарабатывать. И я очень безумно счастлива. Мне не стыдно смотреть им в глаза. То, что я предложила им, то, что они приняли, это действительно, они оказались очень довольными. И поэтому, друзья мои, у меня немножко не получается. Я целый день на телефоне. Не получалось что-то снимать вам такое конкретное, интересное. Так как я скоро-скоро, мне кажется, вот прямо, может, неделю, две недели я стану лидером за три месяца. За три месяца я решила, и у меня получается. Поэтому, простите меня, после этого я немножко расслаблюсь и могу, и буду записывать. Вернусь также постоянно к вам, моим хорошим зрителям, подписчикам, и буду вместе с вами. Вот такая вот у меня новость. И я даже в воскресенье работаю, прям, а потом буду отдыхать и показывать, как я отдыхаю и живу. А вот, что я решила приготовить на ужин. У меня была курочка, на столке, картошечка, печень, и сделаю еще плов. У нас такой будет сегодня с моим мужом ужин. Смотрите, как все красиво жарится. Вот. Что значит гармония в отношениях? Вот такая картошечка получилась. Ну, немножко она поджарилась. Я специально ее на салфеточку, чтобы весь жир стек. Здесь я готовлю плов. Он будет рассыпчатый, рассыпчатый. Рецепт тоже есть в моем плелисте. Готовлю дома. Я просто уверена, что, если вы приготовите по моему рецепту, у вас будет прямо рисинка, рисинки отпадать. Результат я вам покажу. Сейчас вода чуть-чуть осталась, я ее закрываю пылышечкой. Ну, а здесь я решила пожарить кабачки. Посмотрите, какой рассыпчатый плов у меня получился. Рисинка в рисинку. Ну, и вот сегодняшний наш ужин. Это кабачки с йогуртом, с майонезом, с соусом. Суп кабачковый. Кабачок здесь и чечевица красная. Салатик, огурчики малосольные. Я и новые положила, и то они вкусные. Ну, вот это курочка с картошечкой. Клебуш. А вот мой мальчик сладкий. Вчера мы его выпустили полетать. Я вчера помыла прям под душем его клетку. И что вы думаете? Он не вылез с этой клетки. Час сидел там. Потом мы его оттуда силой выпустили. Он сел на картину и продолжал сидеть. Потом чуть-чуть полетал и все. В общем, он не летающая птица. Не знаю, как с ним бороться с этим. Гигосик, когда летать будем? О, Ашкин, пришел кушать. Так, Афея Тусу наш к Тому. И всем вам приятного аппетита.